Приветствую вас! Вы знаете, я прочитав ваш вопрос, остался больше в недоумении, нежели чем, что-то для себя прояснил. С одной стороны, вы производите впечатление самодостаточного, целеустремленного человека, который знает, чего он хочет, знает, куда идет, знает, к чему стремится, то есть здесь, в принципе, все хорошо. С другой стороны, вы по какой-то причине согласились с человеком жить вместе, но при этом не создав брак. Не то, чтобы я говорю об этом, как о чем-то плохом. Скорее, я говорю о том, что у всего есть цена. У всего есть определенная цена, и вы, когда соглашались с мужчиной жить вместе, вы рассчитывали на то, что ваше общение, оно будет таким же, но при этом вы упустили из виду тот факт, что а, люди могут друг другу претереться, б, что поговорить о чем-то и рассказать о чем-то, или просто хорошо общаться, это не то же самое, что иметь общие живые интересы, которые вы разделяете друг у друга, к примеру. И еще выпустили из виду тот факт, что представления о семейной жизни, хотя у вас не семейная жизнь, у всех могут быть разными. В вашем тексте я вижу два момента, которые порождают неточности, которые порождают вопросы, причем моменты это очень важные. Первый момент, вы говорите, даже три, даже три момента. Первый вы говорите, вы пишите, первые два месяца такой работы мы жили на телефоне, всегда интересовался со мной, сейчас, месяца четыре, это прекратилось. Но ведь вы же понимаете, что прекратилось, это процесс. То есть, это либо происходило постепенно, либо произошло резко. То есть, либо-либо, либо постепенно, либо резко. Возникает вопрос, как это произошло у вас? Вот, конкретно у вас, как это произошло? То есть, как конкретно вы увидели, пережили, заметили то, что он перестал вами, к примеру, интересоваться? То есть, вы не описываете сам процесс практически никак, вы говорите, что это прекратилось и все. Дальше вы ничего, как бы вы не поясняете, как это произошло. Понимаете? Дальше. Следующий момент. Вы пишите, может показаться глупым, но я посчитал, за последние шесть дней мы общались ровно два часа. Возникает вопрос. Вы считали, для чего? Зачем вы считали? То есть, что вами двигало, грубо говоря? Понятно, что вами двигало? Это очень важный момент. Дальше. Вы пишите, значит, когда он приезжает домой, мы почти не разговариваем. А это когда началось? В каком моменте? И как вы отреагировали, когда это произошло в первый раз? Во второй раз? Ведь не может же быть такого, что вы общались, 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 все было хорошо, а потом раз, и вы перестали. Так не бывает. То есть, если это случилось, значит, у этого есть, у этого есть динамика какая-то. У этого должна быть динамика какая-то. Понимаете? Но именно динамику, как раз таки динамику, именно динамику, вы не раскрываете. Хотя она очень важна. Именно динамика. Понимаете, какая история? Дальше. Так. Мы проводим время почти что молча. Ну, тут тоже самое. Вы пишите, может это я стал неинтересным собеседником, неинтересным, ну, неинтересным партнером для общения, по сути вы говорите. Это тоже достаточно интересный момент. То есть, почему вы так посчитали, почему вы так подумали? Часто ли вы склонны искать проблемы в себе, к примеру. Да? Но, дальше происходит следующее. Мужчина, вы с ним об этом поговорили? Мужчина говорит, это нормально, это процесс никогда не было в длительных отношениях и так далее. Это кризис, и кризис, и нас с тобой это пройдет. Вы говорите о том, что с этим не согласны. То есть, вы говорите о том, что вы не согласны, что это кризис и так далее. Почему вы не согласны с этим? То есть, смотрите, я вам сейчас это тоже процитирую. Так, вот, я пыталась поговорить с ним об этом, он сказал, что я никогда не была в личных отношениях, не знаю, что так бывает, что люди уже всё обговорили, но это кризис проходит и у нас пройдёт. Лично я не согласна с этим. И это ваше право. Вы, конечно, не объясняете, почему вы с этим не согласны и как мы считаете. И мужчина, в общем-то, говорит достаточно здравые вещи в том смысле, что, ну, такое действительно может быть. Такое действительно бывает. Такое действительно вполне реально. То вы действительно могли уже всё обговорить и так далее. Но, ключевой момент заключается здесь в том, что да, может быть, вам хорошо общаться вместе. Может быть, вам хорошо взаимодействовать, может быть, вы хорошо друг с другом, у вас хорошая совместимость. Но ваши интересы слишком разные. У вас общего очень мало. Но из-за этого возникла такая история, что вы действительно всё обговорили, вы действительно всё обговорили. Разговаривать больше не с чем, да? Вот. А новых тем не появляется, ничего общего у вас нет. Никаких общих новых впечатлений вы не получаете. И здесь возможность, вариант, на мой взгляд, выглядит только такой, да, что вы будете, ну, как человек, который обратился к нам за помощью, да, вы будете расширять сферу ваших интересов. То есть вы будете интересоваться больше чем-то, чем, что интересует вашего молодого человека, вот, и как-то это реализовывать. Вот и всё. Это то, что вы можете сделать. Вот эти моменты. Вы пишите, иногда мне хочется сказать ему о чем-то важном для меня. Я звоню, он в первые секунды разговора показывает, что у него настроение слушает меня. Здесь возникает вопрос, а для чего вы хотите сказать ему что-то важно? Так, если вы говорите человеку то, что важно вам, то и, соответственно, сказать ему об этом нужно. Ну, в любом случае, если это вам важно. Если же, к примеру, вы хотите сказать человеку о чем-то важном, но вас останавливает его настроение, это говорит о том, что вы хотите ему сказать для чего-то другого. Понимаете, какая история? То есть, определитесь субъективной стороной, субъективной позицией, для чего вы хотите сказать ему то или иное. Дальше, он может просто спросить, ты мне что-то сегодня расскажешь, или я иду к маме. А вот это, это правда, говорит о том, что вы слишком активны в отношениях. Это правда говорит о том, что вы заняли такую больше, ну, более активную позицию, чем мужчина. В том смысле, что вы проявляли больше активности, чем нужно было. Вот. Ну, к сожалению. И из-за этого мужчина привык, что только вы все время рассказываете на что-то. А он, ну, ему как бы, ему не обязательно. Ему не обязательно что-либо говорить. Понимаете? Вот. То есть, тут вам, в принципе, достаточно просто уровень своей активности снизить. Достаточно просто перестать с ним разговаривать, да. Достаточно просто, как бы, занять его позицию. Ну, вот. То есть, показать ему, как бы, ну, что вы не будете постоянно выступать инициатором диалога. Инициатором такого вот, к примеру, да, общения. И пусть он уже сам что-то для себя решит, да. То есть, ваша, ваша основная задача заключается в том, чтобы дать мужчине возможность себя проявить. Я не утверждаю наверняка. Не утверждаю этого наверняка. Но, есть вероятность, что вы, человек, просто своей активностью, как бы, вот, разбаловали. Подавили его. Ну, разбаловали, подавили. Вот. И здесь существует, как, субъективная, опять же, позиция, да. То есть, почему вы это сделали, по какой вообще причине вы это сделали, да. То есть, ну, почему вы, человек, подавили, ну, подавляли. Вот. И, с другой стороны, вам просто самой нужно, вот, свое поведение немножко изменить. И вы увидите, как он, к примеру, как он, к примеру, да, отреагирует на ваши изменения в поведении. То есть, если он отреагирует на ваши изменения в поведении позитивно, да. То есть, начнет, сам, что-то говорить, да. Сам, там, идти к вам на встречи и так далее. Значит, ваши отношения, они действительно переживают кризис. И это нормально. Вот. В конце концов, люди могут привыкнуть друг к другу. Ну, это тоже, ну, бывает. Вот. Если же человек так и будет продолжать себя вести, да, как будто все вообще нормально. Как будто ничего вообще не случилось. Вот. Вот. Вот в таком случае вам уже нужно будет отдаляться от него, отдаляться, все дальше, 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 дальше. И однажды сказать им вопрос, что извини, я как бы, ну, таких отношений для себя не вижу. И все. Вот. Если извини, наверное, я ошиблась в себе. Это превословие, если вы не будете стараться обощрять группы интереса. Просто вот вы от него сейчас можете отдалиться, да. То есть, представь, там, ну, чтобы рассказывать и так далее. Но вместе с тем, вместе с тем, вы можете, можете смотреть, что мужчине интересно, и стараться этим, вот этим его завлять. Это им рассказывать, к примеру. Вот. И если у него есть кван-чувства, то это, это возымеет, это возымеет результат. Дальше. Так. Мне не нужен он, чтобы только я имел возможность с ним потрещать, чтобы потрещать с кем-то. А для чего он вам нужен? Как вы вообще, как вы вообще его воспринимаетесь? Что вы к нему вообще чувствуете? Я хочу знать, что рядом со мной не просто человек, который мне хорошо в постели или в быту, но мужа, который заботится и волнуется за меня. Ну, вот здесь, Ольга, есть, конечно, вопросы к вам. Дело в том, что, с одной стороны, с одной стороны, ваше желание, оно, в общем и целом, оно понятно. С одной стороны, понятно, чего вы хотите, да, вы хотите, чтобы о вас заботились. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что это за желание такое, вообще. Что оно из себя представляет, это желание? То есть, это у вас такие представления о, к примеру, ну, к примеру, совместной жизни, да, о том, как должны отношения между людьми выстраиваться. Или, или вы в этом нуждаетесь. То есть, вы прям вот чувствуете себя ненужной, что вы прям чувствуете себя, ну, одинокой и так далее. Понимаете? То есть, если, если вы именно чувствуете себя как-то так, то вопрос уже скорее к вам. Это вопрос скорее о целостности личности. Вот. Но, если у вас это просто представление, и вы считаете, что отношения, они должны вот такими быть, да. То есть, вы считаете, что человек должен о вас заботиться, о вас и так далее, и так далее. То есть, вы просто видите, что ему все равно в этом смысле на вас. То есть, в таком случае, вы имеете право просто для начала сказать ему об этом. Так. Что я не чувствую, что ты обо мне заботишься. Я не чувствую. Ощущение, что мы с тобой живем просто как, ну, как партнеры, да. То есть, такое ощущение, что у нас отношения с тобой, они, как, по расчету. То есть, нам хорошо в постели, нам хорошо в быту, но при этом никаких чувств, да. Я тебя вот не ощущаю. Не ощущаю, что у тебя есть именно какая-то вот духовность по отношению ко мне, да. Вот. И вы ему можете об этом сказать, посмотреть, что человек вам, к примеру, на это ответит. Да, вы можете посмотреть, что человек вам скажет на это. И, возможно, дать ему время. А после, уже вам решать, уже вам решать, а, уже вам решать, а, как и что вы будете делать. То есть, понятно, что если вы, вот, ну, с таким представлением будете в отношениях находиться, да. Вы будете не счастливы, это понятно, на мой взгляд. Поэтому, я рекомендую вам, тут вот, подходить максимально, значит, максимально осознанно и ответственно к тому, что вы делаете. Дальше идем. Так. Мне не нужно плечо, чтобы плакаться, но я хочу узнать, что у меня есть на кого положиться. Ну, вот здесь, понимаете, Ольга, вы играете словами, да. То есть, с одной стороны, вы говорите, что у меня не нужно плечо. Эээээ, то есть, мне не нужно плечо, чтобы плакаться. А, другой стороны, вы говорите, что у меня нужно, а, на кого положиться. А, знаете, на кого положиться, это означает, по сути, ээээ, ведь, эээ, доверие на кого положиться. Правильно? Вот. И я что-то не заметил, чтобы мышина именно обманул ваше доверие как-то. Вот. Поэтому, тут вы знаете, выхитрите немножко, понимаете? То есть, мышина вас не обманывал. По крайней мере, я этого не увидел. Я не увидел где-то тот мужчина вас обманывал. Значит, положиться на него вы можете, но вам чего-то не хватает. Подумайте, вам не хватает чего-то на чувственном уровне, или вы просто считаете, что такой вид отношений для вас неприемлем. Только будьте честны и откровенны с собой. Именно с собой будьте честны и откровенны. Дальше. Так. Скажите, пожалуйста, возможно ли, как наладить отношения в этой ситуации? Да. Как наладить отношения в этой ситуации, я вам, в принципе, рассказал. Если остались какие-то вопросы, вы можете задать их в личку. Или же, если человеку всё равно налад, значит ничего не исправить. Понимаете, опять же, вот у меня такое ощущение, да, Ольга, что за этим что-то скрывается, за этим что-то стоит. Понимаете? То есть, у меня нет ощущения, что ему на вас всё равно. У меня нет такого ощущения, что вот ему прямо плевать на вас. Вот. Но это ощущение, что человек просто так представляет быть. Он так вот живёт. Это его жизненное ощущение, что вы знаете его именно в быту. То есть, вполне возможно, вполне возможно, что вы просто идеализируете быть. Вполне возможно. Если у вас именно какая-то обида, именно какие-то вот фрустрационные процессы есть. То есть, я имею в виду, что вы именно чувствуете вот негатив. Чувствуете негатив, что вам прямо плохо. Вот. В этом случае я полагаю, что работать, ну, как бы вам нужно обратить внимание именно на себя. Именно на себя. Потому что, немного странная ситуация. Она двоякая. Очень двоякая ситуация выглядит здесь. Вот. Ему не всё равно, иначе бы он с вами не жил. Ему не всё равно, иначе бы он гулял. Ему не всё равно, иначе бы он вам изменял. Ему не всё равно, иначе бы он не был бы с вами. и там, вероятно, он же, ну, вот, его работа, да, он же работает, и деньги-то он, как бы, приносит, ну, вам, я так подозревал, да, вот. Я не думаю поэтому, что ему именно всё равно. Вопрос в том, что вы подразумеваете под «всё равно» и «не всё равно». И вопрос в том, насколько у вас здесь задействованы чувства. Вот что у вас, если чувства задействованы сильно, то вы идеализируетесь. То есть, если вы чувственно не заинтересованы в этом, то есть у вас нет именно особых переживаний, то я рекомендовал бы просто вот дать немножко время, человеку, вот. А расширить свой круг интересов в его направлении, и постараться что-то вот вовлечь его в какую-то вашу общую деятельность. Ну, возможно, ну, так оно будет лучше. Если же делаем всё в ваших чувствах и в ваших переживаниях, то тогда ситуация достаточно серьёзная, и... я думаю, что... что... из отношений вам лучше выйти, а, по крайней мере, взять паузу, сказать мужчине, что... ну, что вы... вас так не устраивать, что вам нужно разобраться в себе, вот, и действительно разобраться в себе. Вот. Жалко, что вы не сказали, сколько вам лет, была бы очень... полезная информация, вот. Также не сказали вы первые, это отношения у вас нет, то суть потому, что я вижу в тексте, отношения это ваши первые, и вполне вероятно, что вы всё-таки их хотели вернуть, и слишком много от них ждёте. Вот. Из чего вытекает, собственно, рекомендация такого рода, что для себя соберите воедино всё то, чего вы ждёте от отношений, чего вы хотите от отношений. Ну вот. Подумайте, что из того, что вы напишете, связано именно с эмоциями. Именно с эмоциями, то есть, чего вы именно прям вот хотите. А что именно вот у вас связано с представлениями, то есть, что вы считаете, должно быть вообще в отношениях. Ну, просто, знаете, как... Как... Как цены, цены что-то такие. Вот. Так что такая вот история. В итоге получается двоякая ситуация, когда не совсем ясен ваш психологический портрет, не совсем ясна именно психологическая сторона вопроса, да, то есть, вот насколько вы в этой ситуации свободны. Вот. Вот это вот то, что, к сожалению, вообще никак не понятно. Это то, что нужно выяснять при вашем желании работать. Вот. Значит, ваш вопрос, возможно ли наладить отношения? Да, возможно. Возможно наладить отношения. Вопрос в том, для чего наладить отношения? То есть, смотрите, вы можете спросить у своего мужчины, к примеру, а как он видит отношения? То есть, вот, ему достаточно того, что есть? Или ему хотелось бы больше, с которым он разговаривает? Понимаете, если он скажет, что ему достаточно, то есть, он не, ну, к примеру, он считает, что это нормально для него, что он не испытывает никакого, никакого противоречия, ну, никаких проблем и так далее, то это значит, что вероятность того, что что-то изменится меньше. Вот. Если он скажет, что ему тоже как бы это не нравится, но это кризис, типа того, тогда все можно исправить, но для этого вам начнут действовать, ну, например, вот по моим рекомендациям, допустим, ну или по рекомендациям любого из моих коллег. Либо вам можно обратиться к психологу, к примеру, и для начала вообще посмотреть вашу совместимость, психологическую, это вы можете сказать, кстати, одна самая. Вот. Понимаете? Если он скажет, что это именно кризис, кризис, и что, и что, в целом, это ему не нравится, но это обязательно пройдет. Отношения строят двое людей. Если другого человека все устраивает, да, и не выяснены причины, почему произошло то, что произошло, то не получится. Если у человека нет желания что-то делать, работать над отношениями. И если, условно говоря, непонятно из-за чего так случилось, то есть все было нормально-нормально, потом раз, и все поменялось. Что вы и изменить? Да вы сами одна. Смотрите, что это вряд ли. Вот. Опять же непонятно, как вы этого человека воспринимаете вообще. То есть как вы его видите? К примеру, если вы его любите, да, то вот он сейчас счастлив, его можно назвать счастливым? Ну что тогда, вы готовы делать его счастливым вот так? Если да, хорошо. Если нет, то... Наверное, стоит отдалиться. Вот. Попробуйте для начала. Для начала именно свою активность снизить, снизить до такого уровня, чтобы вы от него не ждали ничего. Дальше уже будет легче. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Все-таки почучее надо бы сформулировать позицию. А по поводу того, что вы родите от мужчины, а то вы пишите, не нужно будет честно плакаться, но не нужно, чтобы он на кого положиться. То есть, как я уже сказал, положиться это доверять, а он вас не обманывал, поэтому тут вот вы как-то плаваете. Надо бы более четко сформулировать. Вот. Если понадобится помощь, обращайтесь. Буду рад помочь. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад ответить. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.